тут уже ничего не нашли интересненького решили поехать там по дороге когда ехали сюда в нашем маленьком старинном историческом городке итальянский ресторанчик был думаем если ресторан итальянский там может быть что-то итальянское сладкое может быть если нет у нас с тобой пачка три пачки шоколада несколько пачек есть жуютельные есть вот такие не жують от сладкого не откажемся если ничего другого не найдем а я люблю вот эти я с собой взяла вот видим хорошо прогулялись там но так много по городу грязному не гуляли хороший городок особенно та часть более спокойная винтажная маленькая поправочка я забыла что мы решили тут поблизости бейкеры нашли пекарни то кафе десертные нашли туда поедем 43 минуты если ничего интересного вот тогда уже в итальянский потому что хотим интересное интересное тарамису очень интересный десерт да яхали такой миленький старенький бейкеры искала донатс донатс нашли посмотрим что у них за донатс и о амишевский или ошибаюсь но какая-то выпечка амишевская старенький 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 бейкеры видно что такое ух подумала закрыто у них меню есть специальный осенний pumpkin spice это их классика вкус тыквенный cinnamon корица гвоздика не открывается может сюда свежие розы как приятно какой красивый кафе это лимонный вряд ли захочу обычно такие с искусственным вкусом или лимона или не знаю чего но шоколадный вкусно бывает нам еще ложечки-можечки можно есть еще не тот крем отдельно продают я хочу заинстаграммировать наше счастье и гене счастье любит тишину есть значит это нужно подождать пока закончится время должно пройти чтобы чай изготовился то есть заварился или состоялся а чай из элтервери что это было брусника забыла но должно быть хорошим элдервери розвайт белая роза и элдервери 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 бузина ягода бузина первым пробуем пай который я всегда хотела приготовить никогда не пробовала но представляю что он очень вкусный со вкусом лайма ки лайма то есть там хруст крем и безе сверху с кисленькой вкусно ну и сладко на все катушки ух какой сладкий мужу очень понравился я не думала что тебе понравится так удивилась что вам сладкое понравилось это шоколадный шахматный пирог назывался почему-то подумала это будет очень вкусно с хрустом с шоколадом это очень вкусно арам но опять такой сладкий с ума сойти вот очень такой даже вкус масла такого немножко коричневого уже знаете когда масло подгорает чуточку такой вкус очень вкусно очень вкусно очень вкусно очень вкусно водишка я хочу его впечатление скажи Да, говорит, не нужно говорить, нужно сделать возгласы, возгласы. Это мне очень нравится. Это лучший чай. Это лучший чай. Это разные вещи. Разные женщины. Блондинка, нежная, мягкая, брюнетка, жгучая, суровая. Мне очень интересен этот синабон или булочка. По-моему, со вкусом пекана. Мейпл, сироп, клюна. Нежный, вкусный. Сладкий-сладкий. Тепленький еще. Можно чуть поменьше сахара положить, и вкуснее будет. Это невозможно будет доесть. Если бы, скажем, нормальный, а не дурман. Как некоторые, сильно сладкий. Вообще, американские десерты сильно сладкие. Потому что они тоже сладкие. Теперь герой фильма. Шоколадный тох. Немножко соленый. Интересный. Но и соленый, и сильно сладкий. С ума не сошла. Я больше ожидала от этого холста. Коля, ты попробуй. Знаешь, что говорю. Сильно соленая. Как себе? Мога жена. На вид он такой сейчас. Съели и шоколадный такой тонус получили. А съели первый вкус. Соль. Даже вкусы шоколада не почувствовала. Шоколад на последнем месте. На первом месте. Для меня это, для тебя это, наверное. Булочка тоже хорошая была. Че? Булочка понравилась тебе? Булочка. Я делаю вторую. Булочка. О, даже та. Булочка так. Аксиний. Ты не сильно любишь такие булочки. Но то нет. Однозначно. Кому-то и десерт на четвертом месте очень нравится. Нормальные люди там. Не хочу просто на них показывать. Пришли две подружки. Взяли одну булочку. И едят. Делятся. Нормальные, приличные люди. Как нужно. Не то, что некоторые. Но мы блогеры. Мы снимаем. Уносить хороший экскюз. Вот. Очень вкусно. Даже самый великий шоколадник, десертник, сахарник не может справиться с этим шоколадным тортом. Но зато говорит, как назывался этот пирог. В общем, любит этот пирог. У него новая любовь. Новая любовь у оператора. Хорошее название блогера. То, что подумает. Новая любовь у оператора. Или новая любовь у оператора. Ты согласен, что это какая-то новая любовь у оператора. Нравится? Очень. Даю все еще и спрашиваю. Нравится? Нравится? Было очень вкусно, сладко и приятно, а погода вообще прелесть. Сидела, смотрела на это дерево и, допустим, осеннее эстетическое получала. Маленькие, маленькие радости жизни. Красивое, красочное дерево. Там знак написано, тут, наверное, случаи бывали. Написано, введите машину так, как будто ваши дети живут здесь. Ну, этот круг, если посмотреть, там двери можно пройти. Если выше подходите, очень узкий, если машина немножко вот так глубоко провернется, может и человека задеть. Так неудобно. Ну, старенький проект. А вот тут тоже очень красиво, смотрите. как зелено-зелено. Тут как будто осени сильно нету. сейчас едем домой, немножко отдохнем. с утра вышли, еще не вошли из этой серии. Отдохнем, могу и поспать чуточку. Мы все-таки на отдых пришли. Что делают люди на отдыхе? Едят и спят, гуляют, ели, гуляли, не спали. И потом уже вечером-вечером мы идем куда-нибудь опять поесть, чтобы пойти и поспать. Чтобы на следующий день немножко прогуляться и домой. Завтра много чего не планируем. Проснемся кофе-мофе, детям маленькие сладости и домой. Продолжение следует... Мы доехали до нашего исторического... Очень много это слово употребляю, я не виновата, это действительно так. Если смотрели предыдущий влог, приблизительно видели, какой у нас такой офисный билдинг. Ну нравится, так себе. И дошли. Этот свет мы зажгли или уже был аром? Да, не зажгли. Заходите. О, нам почту уже сюда приносят. В общем, семейный совет. Даже не посовещался, но решил. Мы не совсем уж голодные после этой сахарной комы. Дозы. В общем, не захотели ресторан искать туда-сюда, бросаться. И решили, если смотрели предыдущие влоги или влог. Так, тут рядом с нашим домом есть такой ресторанчик. Совсем неплохой даже. Очень даже вкусные устрицы там были. Наши любимые, прекрасные устрицы. Добрые, безобидные. Моллюски, малявки или пиявки, не знаем, но мы их любим. Муж говорит, пойдем просто посидим, немножко понасладимся. Время проведем и вернемся домой. Поискали несколько ресторанов туда-сюда. Говорю, зачем нам пойти сесть в машину, ехать туда-сюда, парковаться, выйти из машины. А сразу вышли из дома, туда заглянули, это одна линейная дорога. Машины нету, прошлись. Да, немножко посидим. О, да, еще у них очень вкусная картошка. Картошка фри. Да, вот так посидим, время проведем. А завтра уже проснемся. Кофе, мофе, чай, дин, тоник. И вот так можем войти. Три или несколько входов у одного ресторана. Hello. Сегодня эта часть ресторана многолюдных. Вчера, вчера да, только мы с тобой были еще двое, а сегодня организованная мафия там сидит. Все мужчины, все, наверное, голодные. Здесь почти 11 голодных людей. Заказываем. Сегодня здесь холодно даже. Бует. Не смогла раздеться. Еще у них бывают концерты. Джаз-концерт. В основном джаз. Интересно было бы. Мы опоздали. Мы не сильно голодные. Заказали 3-6 штук. Устриц. Еще заказали Туна Тауэр. Муж любит Тунец. Переведи. Туна Тауэр. Башня из Тунца. И я очень захотела. Росток ведетово с картошкой. Овощи запеченные. И картошка фри. Все. Начнем с устриц. Сказал. О, не, не пьем, кажется, сегодня. Мы вчера так пили. Еще мы вчера пили. Просто вы не видели вторую, третью серию. Арамчан. Этим тосты, к сожалению, не говорят. Но будем здоровы. Спасибо. Спасибо. Вы're welcome. Здесь вы. Не в порядке. Не в порядке. Не в порядке. Не в порядке. У тебя бужили. У меня не знаю кто. О, шарби. Спасибо. Thank you very much. Okay, so these are the moon dancers, those are the bachelets, and those are the second side. Okay, thank you so much. Узнали, да, кто у нас кто? Будем пробовать. Вчера они обычно разделяют от чего? От кожуры, от ракушки. Здесь не сильно себя утруждают, вы сами должны. Всю эту трудную работу вы сами должны сделать. Соусы у них не сияют, честно говоря, нычи с лимоном. Но вот хочу первых именно традиционным образом. Молодец. О, какой соленый. Эти не пробовали. Это из Каролины. Каролинские. Мы эти не пробовали. Очень соленый. Спасибо за субтитры. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Домик был Домик был Не можем пожаловаться Очень хорошо время провели И вообще хороший маленький отпуск получился И он еще не закончился Вчера смотрели на инстаграме Знаете, когда наши телефоны нас слушают Или знают, кто мы, что нам нужно В чем мы нуждаемся Такой хост увидела Здесь совсем поблизости Есть один Не отель Поместье Эстейт Маленькое такое И поместье, и отель в одном Сейчас хотим просто заглянуть Чтобы на следующий раз знать Там остановиться или не стоит Потому что иногда смотрите Видео или пикчерс Красивые такие Ой, такие Потом сами, когда уже приходите Совсем другая история Тоже бывает Так было С французским бейкери Норд-Керлайна Увидела на инстаграме Ох, прямо шикарно, красиво Как аппетитно Как хрустяще Захотелось Пришли, а там Наполеон стоял И туда смотрел Помните, если смотрели, знаете Да, хотим просто заглянуть Что там за эстейт И продвинуться дальше Но, о, кофе пешком Ой, извините Кофе пешком будем пить Совсем рядом кофе Вообще хорошее место Очень Знаете, наверное Я не знаю, где эти влоги Начинаются Где кончаются Поэтому, почему-то Думаю, мы только-только начали Но, кажется Вы вчера уже В общем Видели Предыдущие Anyway Место такое Улицу переходишь Ресторанчик Чуточку Спускаешься Кофейна Кофейна Кофейная Кофейна Немножко прогуливаешься Уже старый Даунтаун Городок Такой миленький В общем Думаю, если будем сюда приезжать И будем сюда приезжать Нам понравилось Здесь будем останавливаться О, нет Упс Смотрите, какая большая Высокая Куста Розы Интересно Пахнетесь Впервые Я такое не видела В Америке Очень много Скажем Здесь Редко видела Розовых кустов Перед домами В Калифорнии Очень много Видела Редко Когда они Пахнут так великолепно Прямо розой Пахло О, здесь Можно записаться На уроки Рисования Художественные Как называется В общем Вы знаете Не похоже Не похоже Я не знала Что в круассане Есть сыр И ветчина Ты будешь Лезть Я не сильно Люблю фруассанс Начинка Разве что шоколад Или Сами скажем Куда Малиновый джем Шоколадную пасту Это вкусно Но С ветчиной Не хочу Немного Было Обратно Дать Уже Взяла В руки Мой капучино С сердечком Я Куда Куда Маленькие радости Жизни Кофе С колоссаном С прекрасным Великолепным Спутником Что еще Нужно Для счастья Окей Давай Заинстаграммирую Кусочек Все таки Мы живем В интернете Не только Не только В реальной жизни Но еще и Виртуальной Тоже живем Пончики съем Сказал Свежий Сегодня утром Привезли Свежий Но не теплый Чем больше Посещаем Кафе Тем у меня Желание Большое Открыть Или кафе Или такой Маленький Кафе И разные Скажем Сладкие Испеченные Вкусности Тут такого Редко найдешь В основном Кафе Привозим Скажем Что-то Испеченные От где Из где-то Все такое Стандартное Еще наш кофе Будем там В общем Подавать Только если Будет Вид Нашего кофе Единственный Вид кофе К нам Никто не зайдет Они привыкли Пить то Что они пьют То есть Капучино Эспрессо Всякое Модное Но у нас Будет еще И кофе Из турки В маленьких Чашках Оригинально Будет Еще Выпечка Будет О Еще есть Рядом Маленькая Пекарня Не рядом А прямо Кафе Пекарня Зашли Свежеиспеченные Такие Не знаю Еще какие Вкусности Хочет С кофе С кофе По Насладились Порадовались Жизнью Нас Благословили И ушли Все таки Если В какое-то Хорошее место Идешь Ты Оставляешь Свою Хорошую Энергию Можно Очень Маленькая Хочу Чтоб Не такой Большой Был Всегда Думаю Что Мы Должны Там Быть Любое Свое Дело Если Вы Начинаете Любое Если Вас Там Нет Это Дело Может Не по Правильному Направлению Идти А я Думаю Когда Я буду Успевать В Большом Кафе Сижу И думаю Когда Это Я О Нет Не хочу Если Продолжу Так Долго Думать Кафе Не будет Но Хочу Ресторан Не хочу Даже Не думаю Что Такое Ресторан Это Тяжкий Прост Кат Роган Это Не для Нас Хороший Бизнес Если Ресторан Хороший Получится Но Это Слишком Много Для Нас Я Вам Нужна Детям Очень Нужна Можем Тем Более Так Что Ресторан Не будет И Не ждите Здесь Свою Миссию Закончили Этот Домик Хочу Показать Ой Это Дерево Вчера Тоже Видели Смотрите Символ Уси Прямо Само Собой Хочу Зафоткать В Инстаграм Выложить Сделал Дело Гуляй Смело Фото Засняла Улицы Такие Маленькие Узкие Вот Такого Мы Давно Не Видели Чтобы На Улицы Вот Такие Дырочки Мэрочки Были Вон Тот Домик Смотрите Из Труб Домик Но Не Домик Ок И Совсем Интересно Может Быть По Ту Сторон Уже Даун Таун Гуляли Если Смотрели Те Предыдущие Влоги Значит Видели Если Не Смотрели Пропустили Вот Ресторан Днем Не Видели Наверное Вот Это Ресторан Который Вчера Ходили За Вчера Ходили Очень Вкусная Еда Картошка Я Картошку Жареную Могу Есть Каждый День И Не Жаловаться А Все Туда Даже Не Поднимаемся 1800 Какого-то Года Строение То есть Билдинг Из кирпича И Наверное Не надо Ни Реставнировать Все Здесь Из кирпича А тут Построят Что-то На следующий Год Ветер Снесет Кирпич Стройте Дома Из кирпича Спасибо Инструмент В себе Очень хороший Отпуск По-моему Погода Как будто На мою сторону Работала Мой агент Был Потому что Когда холодно Дождливо Не хочется Не выходить Не ходить Не шагать Не гулять А тут Окей Едем Мой агент По-моему Подписывайтесь Пери Субтитры Пери Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По-моему, не слишком много комнат тут. Только в одной... Один корпус, где комната, и другой, наверное... О, здесь свадьбы устраивают. Наверное, там банкетный зал или что-то. Очень красивое место. По-моему, деревья какие-то. И смотри, они все листья самолеты и бактерии. У меня уже другое мышление насчет... Всякого разного. Вот здесь весной у них будут пьялки. Красиво. Там сетка. Какую-то игру играют. О, там волейболная тоже есть. Спортивное местечко. О, да, еще ресторан у них такой античный. Красивый. О, аромат, открытый. Позавтракаем. Как будто мы всегда завтракаем. О, как красиво. И там посидеть. Пофе взять и посидеть. Главное, мы с таким... Этим самым... Вастахутям. Игна Вастахутям. Уверенностью так вошли. С камерой мы здесь не остановились. Мы здесь не живем, но ведем себя, как будто мы здесь давно живы. Хотим сюда-обратно. И недорогие комнаты. Совсем недорогие. По сравнению, мы один отель смотрели, прежде чем взять Airbnb. 800 долларов за два дня. Вчера муж говорит, давай проедем, посмотрим, что за отель это был все-таки. В центре города, в даунтауне. Этот отель был прямо как будто в центре мусорного ящика. Так, нежно говоря. И как хорошо, что они взяли Airbnb взяли. Тут очень красивое место. Спустим. Если открытый, позавтракаем. Проверяла свежесть цветов. Сказала, сейчас через 20 минут завтрак заканчивается. Но можете зайти, и меню меняется. Говорим, меню за меню. Мы пришли просто посмотреть сюда. И сидеть нельзя. Здесь, наверное, сам Людовик сидел. Когда в гости приезжал сюда. Сказали, можете сидеть там, где хотите. Это не отель, а рай. Он уже сидит. Давай пойдем в балкончик. Нашло идеальное место. Сотрудники очень вежливые. Хорошие. Улыбчивые. Меню на ланч очень такой компактный. Маленький. У них называется small plate. Как будто закусочный. Во что входит суп. Чаркутери. Это доска с разными, знаете, сыром и рэ. Скеллопс. Забыла скеллопс, как называется. Жаримые. И хрустящие устрицы. Это их закуска. Маленький small plate. В общем, в маленьких тарелочках. Если прямо перевести. Салаты. Их домашний салат. Ничего особенного. Огурцы. В общем, обычный. Сизер салат. У них с артечок. Почему-то. Два салата. И что еще? О, основная еда. Бургер хочет человек. Чар-грилл патти. В общем, вкусно будет. Смокт чеддер. Бурбон бейкон джем. Это ты съешь? Такой соус. Со вкусом бурбона бейкона. Леттос не хочешь. Томаты тоже не хочешь. Лук тем более не хочешь. Это он. А я у них авокадо. Вегетарианский. Бртуть с авокадо. Ничего там интересного нет. Смокт чеддер. Томаты. Авокадо. Фасоль. Какой-то сыр. Много зелени. Красный перчик. Мумус. Их винегрет. В этом. Из шпината. Туртия из шпината. Значит, зеленый будет сэндвич. Буртуч. Что еще есть? Таскан хэммэн чиз не хотим. Индюка тоже не хотим. Это их антрес. И, наконец-то, три основных. Корочка из резорто. Креветки и гриц. Это у них, кстати, традиционный швын. Гриц. Очень популярный. Где-то пробовала, не понравилась. И филиминьон бифтипс. Тоже не хочешь, наверное. Очень разумные цены. Совсем недорого все. Вот. Все. Весь меню вам рассказала. Спасибо. Спасибо. Все хорошо, твои волосы. Спасибо. 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 И сегодня примеры. Муж впервые увидел эспрессо в чайном стакане. Чашке. Чашка эспрессо. Дрожать будешь. Когда я их кофе пью. Американский лес. Спросил несколько стаканов. Если выпью, могу вот так дрожать. Егина, еще раз покажите, как вы дрожите. Чай попросила. Чай у них вот. Сами выбираете. Этот или этот. Какой колор хозяин. Вот. И натуральный мед. Окей. И горячая вода. Сами наливаете. Сами наслаждаетесь. Сколько хотите, столько наливаете. Чай сейчас выберем. Rest and Relax называется. Отдыхайте. Сюда. А вы сюда. А вы сюда. Приготовлю свой прекрасный сладкий чай. Если смотрю. Откройте, пожалуйста. Сильно не хочу. Хотя без кофейного чай взяла. Окей. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Вы сюда. Ждем нашу еду. Теплый хлеб с маслом. Хотят, чтобы мы были полностью счастливы. Приступим. Хлеб как будто какая-то выпечка. Кекс. Надо текстуру. Соленое масло. Теплый, немножко сладковатый хлеб. Нежный. Это прелесток. И это прелесток. Тейнкью. Много. Круто. Себе томатный суп заказала. Сегодняшний суп. Гаспачо. Но почему-то горячий. Гаспачо. Гаспачо. Обычный холодный, да, суп? И там крабмит. Мясо краба. Сейчас еще раз попробую. Неплохой суп. Вкусненький. Даже ты съешь. Это как биск над гаспачилой. А ну-ка попробуй. Мне интересно твое официальное мнение. Там суп и еще кусок черствого, ну, сухаря хлеба. Нравится? Наслаждайтесь. Сушит лучше. Я тут сильно зациклилась на этом хлебе с маслом. Вкусно. И с чаем особенно. Супчик понравился молодому человеку. Кусок большой. Это я очень культурно жую с закрытым буслом. И разговариваю при этом. Никаких манер у меня нету. Это можете у себя в списке ресторанов подчеркнуть. Исключительный ресторан. Наконец-то. Там нету шума. Здесь классическая музыка. Хочешь, не хочешь, шепотом хочется общаться. Слышишь, когда я общаюсь? Да. Да. Даже соседки не шепотом разговаривали. Но возможно было как бы вынести. Да. Как красиво, да. Да, тихо. Есть красота в тишине. Окей. Окей. Спасибо. Спасибо. Так тепло. Это мой враг, это мой враг. Я знаю. Это хороший враг, хорошо? Да, это правда. Говорю, хлеб с маслом было очень вкусно. Говорит, да, этот мягкий хлеб. Говорит, это как торт. И продолжаем дискуссию. Ммм, so fancy, so much sauce. Thank you. Looks good. Thank you very much. Молокол, we enjoy it. Thank you very well. Это у тебя, ну, бейкон тоже там был. Ммм. Onion rings. Это я попросила сбоку положить. Может и вкусно будет для кого-то. А у меня вот такой, видите, зеленый бартуч с спаржей. Сказали, хотите картошку жареную или пюре. Немножко поплакала и попросила спаржу. Очень люблю. Вот у тебя нет картошки. Сайт не попросили или нет? Думаю, у тебя будет картошка, у тебя буду пользоваться. Жаль. Можем попросить, но вряд ли нам это нужно. Угу. Огурчик. Сильно уксусный. Хочу посмотреть, что там внутри. О, холодный барт. Официантка сказала, единственное, что могу посоветовать, немножко поджарить, немножко поджарить эту торт ее. Так вкуснее будет. Соуса там не вижу никакого. Ну, мусс тоже он был быть. Невинный бартуч. Ни вкуса, ни аромата. Нормальный. Ну, спаржа была вкусная. Этот бургер очень хорошо выглядит. Кому-то этот бургер очень сильно понравился. Говорит, именно этот вкус бурбона джема с бейконом. Он говорит, изумительно. Да, так и сказал. Да? Очень вкусно. Угу. Бон аппетит. Ешьте на здоровье. Чуточку наелась. Невкусно было. Хочу организовать вскрытие сандвича или бургуча. Посмотреть. И самой посмотреть. И вам показать. И узнать. Почему он был такой безвкусный? Окей. Там очень много зелени. Как всегда, когда они что-то заворачивают в бургуч, зелень не всегда бывает свежей. Что попало, туда кладут. Ещё там. О, фасоль. Белая фасоль. Какой-то веганский бургуч получился безвкусный. Фасоль. Огурчики прямо целиком лопаются. Видите, уже морковка. Авокадо. Даже авокадо нехороший. Чёрненький. Гумус и огурчик. Как может, бессоусный бургуч быть вкусным. Бургуч должен иметь такой характерный ингредиент, который должен придать, скажем, общий вкус. Это в основном бывает какой-то приятный соус. Немножко гумуса не спасла ситуацию. Сделала обзор. Я в упаду испорченной. Смотрите, эти чёрные пятна снаружи. Это я в упаду из прошлого века. Как этот... Бургер хороший был, говорю. И сейчас спрашивайте, почему официантки не говорите, что ваша еда невкусная? Потому что она не виновата. И не пойдёт, что она шефу. Вообще, у официантов очень трудная, тяжёлая работа. Никогда не хочется на них какой-то другой... То, что не их ответственность, да? И всё равно, что если шефом и шеф такой, ничего не изменится. Если даже официант скажет, что, знаете, там им не понравилось. Может и изменится. Но... Главное, Юра очень прекрасная. Я сама виновата, что заказала такую веганскую чушь.